Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики. С вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня мы смотрим заказик от моего подписчика F37. Он мне писал его через донатик, за что я ему огромное спасибо. Попросил посмотреть. Так, это у нас, ребят, свой слаги и анлак. Тотальный разбор Blade of Justice. Либо Justice. Вот как-то так. Ну что ж. Видос с канала GEMDNF. Впервые видос этот канал, если честно. Вот. Ну, думаю, видос будет каким-то интересным. Вот. Тут будет тотальный разбор одного такого, ну, я не знаю, малоизвестного или широкоизвестного уровня. Но я это слышал где-то об этом уровне. В принципе, не забываем подписываться, ставить лайки. Давайте будем смотреть. Всем, ребят, приятного просмора. Поехали. Уровень, созданный Манниксом и Лейзер Блицем, прошедший через 7 вериферов. Уровень, который должен был встать на топ-1 в далеком 2017 году, но из-за своей недостигаемой сложности был понерфен до топ-20 времени. Blade of Justice. У меня, по-моему, есть реакция на него. Что ж, давайте приступим. Начало в этом уровне отталкивает многих от прохождения, ведь первым партом идет непростой робот, где каждый клик – это тайминг. Отдельно подмет зеленый орб, который на первых парах еле проходится. Кстати, этот орб сыграет очень большую и важную роль в моем прохождении. Но если гриндить, то этот парт будет проходиться каждую попытку. Консистент добивается достаточно быстро. После него идет кораблик. Пар достаточно простой, но первое время будет очень неприятным. На нем так же быстро выработать консистент. О, да, а вот и вейв. Выглядит он просто и проходит интуитивно, казалось мне при первых практиках. Но вот по итогу оказалось, что на этом парте вы набьете не одну тысячу попыток. Особую сложность представляют первые два клика, ведь первый короткий, а на втором необходимо зажать чуть подольше. Лично у меня парт стал консистентным очень нескоро, но однако потом он проходится каждые две попытки. Некст идет мерзкий кораблик. Первые два стройта можно проходить в три клика на каждом из них. После чего идет орб, на который нужно нажимать чуть позже, чтобы не убиться о шипы. Такая же ситуация и со следующим орбом. После него идет клапстеп монстр, который достаточно простой. Но вот следующая пещера просто отвратительна. Большая часть попыток ведет именно на нее. Проходить ее можно несколькими легкими кликами, а потом небольшим зажимом в конце. И кстати подмечу такой прикол. Из-за слабого железа и хорошей оптимизации уровня, фпс на некоторых партах падал до 200, что мне очень сильно не нравилось. И играя в лдм-версию, я постоянно обусыл на 26%, из-за того, что автор хреново разместил панель с шипами, из-за чего транзишн становился рандомным. Чтобы преодолеть эти мерзкие 26%, мне потребовалось 3 стрима. Поэтому если вдруг вы захотите пройти этот уровень, а ком не позволяет, то оставлю ID на фикснутую версию в своем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании. Дальше идет самый легкий парт боджа. Шар и юфошка, паттерны на которых будут понятны даже лоу-скил игроку. Не будем на них останавливаться и перейдем на дуалы. Не сказал бы, что они трудные, но лучше их все-таки потренить. Главная проблема вейв-дуала в том, что вы делаете клик заранее, чтобы впоследствии попасть в узкий туннель. Это пожалуй единственное напряженное место в этом парте. Часть с корабликом гораздо проще, в нем легкие стрейты, которые не помешают вашему прохождению. Куб с 38% до 48%, как мне показалось, один из простейших партов боджа. Тайминги присутствуют, но учатся они крайне быстро и играются мега фаново. А вот и причина, почему большинство игроков отказываются от прохождения этого шедевра уровня. Дуалы, которые просто сводят с ума. На первый взгляд это карда с парту уровня, но на деле этот парт будет одним из лучших по консистенту, если вы его хорошо потренируете. Сейчас вам помедлю свою методику прохождения. Первый клик смотрите на робота, чтобы не удариться о шипы. Как только вы зажали лкм, переводите взгляд на самолет. Находясь в структуре, сделайте два не очень быстрых клика, чтобы позволить шару попасть в нужную для него часть. После чего зажмите на орби и не отпускайте, пока ваш шар не упадет на нижнюю платформу. Пройдите стрейт в три клика. Можете ориентироваться как на сам кораблик, так и на шар. Очень неприятная часть. Далее советую ориентироваться на робота. Сделайте микроклик и перед приземлением нажмите еще раз, чтобы поменять гравитацию шара и попасть на розовый пад. Не нажимайте слишком поздно, иначе ваш шар попадет в портал самолета. После превращения робота в самолет немного подождите, а затем зажмите, пока ваш куб не превратится в самолет. Вообще, нужно проходить с этим синим орбом, но мне было легче без него. Далее легчайший стрейт. Перед порталом вейвом зажмите, чтобы не убить за шип. Далее авто, после чего два клика на шаре. Последний самолет можно проходить подлетая вверх, минуя два неприятных клика, но если все же вы хотите пройти с ними, то на зеленом орбе зажмите как можно раньше. Это жмите через небольшой промежуток времени после короба потолка. Парт трудно учится, но консистент о нем будет отличным. Далее идет простенький вейв. Ничего особенного. Next Break парт гораздо труднее, чем кажется. Выждите тайминг и нажмите в самый последний момент на платформе и на двух следующих орбах. Два следующих синих орба нажимайте не сразу, а последний третий орб пройдите бафер кликом. На самолете отожмите перед орбом, выждите, а потом зажмите на нем. Теперь переходим к одному из самых напряженных партов Боджа. Гипнотизирующая ее фошка, которая в оригинале кидает ваш комп на прогиб. Если вы не хотите выжидать тайминг на зеленом орбе, то проходите его двумя быстрыми кликами. На синем орбе выждите небольшой тайминг, как и на желтом орбе. На этом отрезке сделайте 4 клика, чтобы выжидать 2 клика, тогда вы сможете спокойно вылететь оттуда. На этом зеленом орбе очень неприятный тайминг, ведь нажав слишком рано или слишком поздно вы погибнете. Также на этих порталах можете проходить таймингами, делая по одному клику, либо же по 2 быстрых клика на каждом. Напряжение возрастает, ведь мы подбираемся к свинкоптеру. Учиться он будет большим трудом, но на деле этот порт будет проходиться даже при мандраже. Можете проходить некоторые моменты, а именно этот и этот, в 1 клик вместо 3, но делая по 3 клика вы держитесь более стабильно. Также на этих шипах расположен пат гравитации. Будьте аккуратны, не нажимайте слишком рано, иначе клик вы сделаете до приземления на него, из-за чего можете не сориентироваться и умереть. Дальше идет неприятный вейв, где вам необходимо улететь в верхнюю часть портала, иначе вы разобьете все шипы. Следующее неприятное место, на котором я сливал 4 или 5 раз, это клик, который вам нужно сделать не слишком рано и не слишком поздно. Перед порталом гравитации отожмите, чтобы потом нормально влететь в портал вейва. Этот кусочек вейва можно проходить двумя быстрыми кликами, где на втором нужно зажать. Только в таком случае спуститесь пониже, иначе разобьетесь о верхнюю часть. Я, кстати, умер там 2 раза. Следующий шар очень прост, ведь кликать там нужно с одинаковыми интервалами. А вот последний самолет это просто жесть. Суммарно я умер на нем около 5 раз. После нажатия на желтый орб и попадания в портал гравитации, подождите, пока не подлетите примерно к этой высоте. Советую нажать пораньше, так у вас будет больше шансов подлететь выше. Но если вы нажмете слишком поздно, то шансов не будет. Стрейд советую проходить в 3 клика. На желтом орбе нажмите не сразу, чтобы не разбиться о первые шипы структуры. Зажмите примерно до серии. Это прикиньте, ребят, он его прошел, изучил так детально, да, вот, потому что любой другой человек, например, когда возьмет этот уровень, да, он не сможет так детально все рассказать, вот, разобрать уровень. А он прям до единого шипчика все рассказывает. Там делаем так, там делаем по-другому. Ну, это жестко, надо вот от души влепить лайк, вот. Передину структуры, после чего отожмите клик и сделайте его заново. Перед синим порталом отпустите, а после попадания сделайте пару кликов. Также очень важно подметить, что нужно отпускать клик перед порталом куба, иначе вы сделаете баффер, из-за которого вы не долетите до ласта. Ласт советую проходить, сделав клик в начале, после чего клик перед порталом. После него сделать там еще два клика. Поздравляю, вы прошли уровень, но внизу расположены пилы, из-за которых вам нужно пролететь примерно по центру экрана. Расположены недалеко друг от друга, поэтому не бойтесь там разбиться. Подводя итоги, скажу, что каждый слейер обязан пройти этот уровень, ведь он бустит буквально все. Две минуты геймплея помогут вам прокачать нерв-контрол. Ваши разнообразие режимов прокачают ваш общий скиллсет. Да и сам геймплей очень фановый и хорошо сбалансирован. Крайне годный левел, который бустанет вас во всем. Много раз рассказывал эту историю на стриме, расскажу еще раз. Мне 11 лет, Бодж только встал в Пойнтер. Это было лето, и тогда мы всей семье отдыхали в Испании. И, конечно же, в рекомендациях у меня всегда осветился гитара. Тогда Бодж был на хэпе, и каждый вечер заходил, и он в стриме смотрел, как он проиграл. Его пульс, крики на сливах и восторг от победы оставили в голове молодого эти мысли. Ничего себе, этот уровень очень сложный. О, это гитара, да? Так продолжалось до момента, пока я не взялся за его прохождение. И даже после стольких лет подсознательно я понимал, что для меня Бодж это недостижимый рубеж, ведь этот уровень для меня также оставался топ-1. Эти мысли в подсознании мешали мне проходить этот уровень. Я его попросту боялся. Образовался психологический барьер, который меня пугал. Несмотря на это, я все же решился притронуться к Боджу, что, кстати, в переводе означает клинок справедливости. Спойлер, справедливости там никакой даже близко не было. Прогрессы ставились очень медленно. За 5 дней гринды я сумел поставить лишь 75-100 и 63-94, после чего начинаю стримить этот уровень. Натренировав дуалы и куб перед ним, я решаю с прогресса 75-100 влюхнуть до 38-100, что у меня получается сделать через несколько стримов. Что? Мы сделали 38-100 на Блэйту вжать! Ничего себе, прикиньте! Ну а дальше я решил приступить к игре с нуля. Первый тренинг красавы, чем 0. И только на четвертом стриме, закрывая уровень в 2 рана... Знаю, что он делает. Уверен в себе, молодец. Есть! Мы пробили! 42. Слава богу! Далее, вне стримов я играл на демки в своем дискорд-сервере. Ссылка на него в описании. И за 20 минут умудряюсь поставить целых 2 новых рекорда в 51% и 56. Оооо... Играть на стримах было бы очень некомфортно. Постоянные фризы, лаги. Поэтому в процессе прохождения я обновил свою видеокарту на RTX 4060. И это заносит плоды, ведь лаги не исчезли. Через некоторое время на стриме я ставлю прогресс 66% с нуля, сливаясь максимально тупо. Офигеть, парни, я очень сильно напуган. У меня стресс. Погнали! 66. Для моей любимой шестерочки. Игрессы на стримах на некоторое время прерываются. Большую часть новых рекордов я ставлю именно в дискорде. Следующий рекорд был 75%. И, кстати, тут сольюся 3 раза. Один из которых был из-за бага ультра LDM версии, где Мушар улетел в структуру. Это, кстати, тоже пофикшено в моей версии. Один из последних рекордов, поставленных на стриме, составлял 82%. А через некоторое время и 86%. Но стрим с этим рекордом вы не увидите, так как я слишком сильно переволновался и выдал неадекватную реакцию. Что? 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 82! 82! Помните, вначале я говорил? Кстати, этот торп сыграет очень большой и ваш турок в моем прохождении. Ага. Так вот. Это и впрямь было неспроста. Я помню. На одном из стримов этот торп, ну, никак не хотел проходиться. И я понимаю, что ЛКМ моей мышки, которая и года не проработала, начала люфтить. Задержка была очень высокой. Поэтому на стриме я спонтанно меняю мышку. И самый ровно в том, что я заменил ее на старую, довлокликающую, рейзер-дезатор. Уровень меня не отпускал. Через пару дней, играя в ДС на демку, я ставлю 94% с нуля, максимально тупо сливаясь на предпоследней структуре. Бля, это пиздец. Лит на 94%. Бля, это пиздец. Лит на 94%. Я проебал, я проебал победу. Дальше последовало 86х3, 87х2 и 93х3, где один из ранов 93% попал на последний стрим по боджу. У него железные нервы. Но благодаря вашей поддержке все же дожал этот уровень. Хотя, нет, не дожал. Ведь в этот же день я ставлю еще раз 93, а после чего и 95 с нуля. Бля, это пиздец. Бля, это пиздец. Через 15 минут после рекорда в 95% я прохожу свой новый Hardest Blade of Justice за 22904 попытки. Большое спасибо вам за поддержку. Без вас я бы дропнул этот уровень, не добравшись даже до 86%. Реакция прекрасно выражает всю боль уровня. Приятного просмотра моей финальной попытки. Давай глянем, я хочу глянусь. Вещал Зодиак. Увидимся на стримах. Стас, Зодиак, ты по-любому увидишь этот видос. Если ты увидишь этот видос, да? Напиши в комментах мне, вот. Или же для... Ящика вжилки. Ну, знаете, я не знаю, правильное ли было решение, когда ты, допустим, с перевернутой капитации прыгаешь на оранжевый орб, она показывает в противоположной гравитации стрелочку, но никак не в нужной гравитации. Я не знаю, типа, правильно ли это, или нет. Лебах отвечу. Правильно, правильно. С одной стороны, вроде это... Ля че делает. Ля че делает. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика. Видеоролик получился имбовым, интересным и крутым. Молодец этот гемденефор, либо же зудьяк, да? Вот. Что смог пройти такой жесткий демон. Вот. И то, что сделал вот такой тотальный разбор, это нелегко. Ну, пройти это... Мощно, блять. Но еще разбор сделать, это вообще круто. От души вам всем огромное спасибо за просмотр. Вставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции. Мнение насчет данного видеоролика, который мы с вами посмотрели. Всем желаю добра, бобра, демон, демона, экстрим демона. Всем удачки и всем пока-пока.